О, мы продолжаем, мы остановились на детерминированных моделях открытого текста. Давайте немножко формализуем определение множества запретной комбинации из множества А со звездочкой или множества АМ. Значит, множество АМ разбивается на два множества труб и форсов. И вот в зависимости от этого метода разбиения этого множества, мы получаем следующие модели, детерминированные открытым текстом. Первая модель – это комбинаторная модель. Вторая модель – это модель пересчета множеств, которая, соответственно, делится на модель, которая делится на маркерскую модель. То есть этот пересчет может обеспечиваться с помощью маркерских моделей или моделей распознавания. Ну и, наконец, третья – это классических отказных комбинаций или запрещенных комбинаций. Итак, начнем с третьей, с последней. То есть здесь у нас есть множество АМ. Множество АМ. И, соответственно, мощность множества отказных комбинаций не выше, чем АК. Чем мощность множества АК. Значит, как в этом случае используются запретные комбинации? Первое. Таблично. То есть задается таблица просто запретных комбинаций. Второе. Аналитически. То есть задается некая аналитическая запись, формула, по которой можно четко определить эти запретные комбинации. Фактически вы видите, что способы задания функций в более общем случае множества. И мы переходим ко второму классу моделей, модель пересчетных множеств. Модель пересчетных множеств. Значит, что такое марковская модель? Что такое марковская модель? Существует нормальный адмонит Маркова. Сам марков настаивал, чтобы называли не алгорифм, а алгорифм. Что из себя представляет нормальный алгоритм Маркова? Значит, это просто способ записи всех множеств А в степени К. То есть, давайте приведем пример, может быть будет понятно. Значит, если, вот такой алгоритм, если встретишь ААА, замени на АА. Если встретишь АВ, АВ, замени на АВ. И так далее. И в конце существует стоп-комбинация. Что это вам напоминает? Это просто один из методов задания алгоритма. Другой, нежели... Какой вы знаете и макой человек, машина теории. Совершенно верно. Существует машина теории. То есть, существует алгоритм, который описывает наши множества запретных комбинаций. Для каждого открытого текста создание вот такого или такого алгоритма это отдельная задача, как правило. И удачно составленный алгоритм определения множества запретных комбинаций очень ценится, потому что мы сейчас перейдем к критериям открытого текста и поймем, что в зависимости от мощности критерия того или иного открытого текста у вас будет пропускаться удачное решение, удачный криптоанализ или не будет пропускаться удачный криптоанализ. Потому что, как правило, в современных системах криптоанализ – это процесс автоматизирования. Кого больше интересуют эти алгоритмы Маково, там есть простые подстановки вида L, D, как я вам показал, и заключительные подстановки L, D, L, D. Ну, опять-таки, еще раз говорю, что у нас просто не хватает времени на достаточно интересные вещи, связанные с алгоритмами. У кого будет курсовая работа, связанная с моделями открытых текстов, вот там я попросил бы разобраться именно с первым направлением, с алгоритмами Макова, потому что второе вам более-менее здесь. Переходим к вероятностям моделям открытого текста. В вероятностях моделях, значит, немножко все, так сказать, по-другому меняется. Значит, пусть у нас P, K, A – это массив, который состоит из приближения к вероятностям появления K-грамм, вот этой нашей K-грамм, в открытом тексте. Естественно, что каждая A и D у нас принадлежит нашему осаду. Значит, и пусть у нас есть последовательность, бесконечная последовательность, которая генерируется, ну, нашим источником открытого текста, и K-грамма появляется с вероятностью K-граммы C1, CK, появляется с вероятностью C1, CK. В частности, она принадлежит нашему некому массиву приближения к этим вероятности. Тогда вот такая модель, которую мы только что рассмотрели, называется моделью каждого приближения. Вероятность модель каждого приближения. Давайте более подробно рассмотрим модель первого приближения. Простейшую модель, которую очень часто вы использовали. А потом плавно перейдем к другим. Значит, итак, модель первого приближения представляет из себя последовательность знаков открытого текста, в которой вероятность появления каждого знака не зависит от другого. то есть вероятность P, C и D некое распределение над ансамблем приближения к этим вероятность. Ну, эта модель называется также познаковой моделью открытого текста. И естественно, что наша вероятность, поскольку события у нас независимы, представляет из собой произведение вероятности. Значит, в первом приближении, как и во всех остальных, мы должны потребовать соблюдение трех дополнительных условий, для того, чтобы все это работало. Первое условие, чтобы вероятность наша была больше или равна даю для любого. Второе. Сумма всех во всем нашей длины до n равна единице. Вот здесь очень важно, сейчас скажу одну маленькую длину. Ну и третье. Для любого случайного сообщения, любого s больше n, выполняется вот такая хитрая штука. Мы с вами тоже сейчас скажу, что предполагаем силой. Поэтому, чтобы... Так, здесь важны индексы, поэтому я лучше скажу вам а0 и а s минус 1. То есть, вероятность всякого случайного сообщения длины n, есть сумма вероятности всех продолжений этого сообщения. Вот это требование, вот это требование, ассоциируется с эргодичностью источника. То есть, мы будем говорить с вами о стационарности и эргодичности. Вот это требование ассоциируется с требованием эргодичности источника. То есть, чтобы фактически у нас любое сообщение, да, любое сообщение, ну, достаточно большой длины, да, содержало в себе куски других сообщений. Понятно, да? Всегда. Для какой модели сразу это не соблюдается? Подскажите. Ну, запишите и запомните. Это не соблюдается для моделей сжатых текстов. То есть, если идет сжатие, даже без потерь, так, с потерями так, и безусловно, вот это требование обеспечить нельзя. То есть, для сжатых текстов, и в вероятности, модели не работают. Поэтому очень часто для них приходится ввести, ну, другие модели. В частности, детерминированные, которые мы с вами рассматриваем. Теперь, что касается, для того, чтобы оно образовывало вероятностное пространство, чтобы сумма всех для случайного сообщения, по всем этим случайным сообщениям, была равна единице. Вот такое вероятностное пространство, это классическое вероятностное пространство, которое не всегда, опять-таки, адекватно реальная модель. В реальных моделях, запишите, вот это может быть меньше единиц. Сумма по всем комбинациям может быть меньше единиц. Такое вероятностное пространство называется вероятностным пространством реньи. Такое вероятностное пространство называется вероятностным пространством реньи. И для него существуют свои аксиомы и теоремы реньи. Они несколько отличаются от тех, которые мы привыкли говорить для вероятности. В частности, формула полной вероятности, формула Байесовской вероятности считается по-другому. Считается по-другому. Теперь, когда мы это замечание сделали, возвращаемся вот сюда. Возвращаемся вот сюда. И я просто скажу вам пару эмпирических вещей, которые, может быть, не всем известны. Значит, первое. Самые часто встречаемые буквы английского языка, это И, да, Е русское, Т, Э, А, Н и Э. Для русского языка запишите слово Сеновалитр. 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 Слово это ничего не значит. Как блин. Да. То есть, но в этом слове содержатся все наиболее часто встречающиеся буквы русского языка. Поэтому легко запомнить. Сеновалитр. Чаще всего встречается какая другая буквы? О. Нет. Нет. А. Нет. Е. Сеновалитр. А, ну да, в основном морозе. Сеновалитр. Понятно, да? Так, идем дальше. Ну, можно идти от обратного, да, запомнить самые редкие встречаемые буквы. Ну, вот в английском это J, Q, Z. Вот. Реже всего встречается Z. Значит, ну, понятно, что вот свойство этой модели, да, оно противоречит свойствам естественных языков. Полностью, да? Если вы посмотрите приближения, ну, вы, наверное, были у вас в лабораторке, да, по прикладной криптологии, где вы считали энтропию на силу, помните? Да. Вот. И вы тогда очень хорошо должны были почувствовать, да, что вот такая модель, она, ну, слабо приближается. Кому интересно, вот, дальнейшие приближения в связи с вероятностью моделей, запишите тоже. Яглом, книга Яглом, Яглом, это два человека, фамилия двух людей. И называется «Вероятность информации». Там вот этот метод распространяется даже на стихосложение. На стихосложение. Мы с вами посмотрим сейчас только независимые биграммы, и потом перейдем к модели более высоких приближений для К больше двух. Сейчас просто для чего приведем эту модель, стационарного источника независимых биграмм. Для того, чтобы понять, что даже переход к биграммам уже делает модель достаточно громоздкой. Итак, модель может реализоваться следующим свойством, что вероятность нашего случайного сообщения, да, то есть биграмма у нас независимая, да, но уже биграмма. То есть это того, вероятность того, что первый у нас знак будет. А второй знак уже будет неким другим, да? Здесь вверху, внизу написано «АС первая». Нет, не первая, это запятая. А, «АС по Н минус один». А как жаб, если «С больше Н»? То есть меньше «Н». Да, конечно, спасибо. Так, идем дальше. Значит, значит, для всех «А» и «Б» нашим принадлежащим образом видом, да, и «И» 0 и «А» минус один. Значит, здесь у нас получается вероятность, вероятность должны бы потребовать, что она больше или равна 0. То есть могут встречаться запретные биграммы, да, подразумеваемые. И по суммам по всем «АВ» вероятность того, что «Х2И» равно «А», «АХ2И плюс 1» равно «Б» нас равно «Единица». То есть мы приходим к матрице, да, для того, чтобы оценить все эти... размером «Н» на «Н», да, то есть «П» 0, «Н», «П» 0, «Н» минус один, «П» 0, «Н» минус один, «П» «Н» минус один, «Н» минус один». Вот такая она, пациент. То есть, ну, действительно, такая уже модель уже достаточно громоздка, и посчитать для различных открытых текстов такие матрицы уже тяжело. Они считаются, но уже не так. Часто применяются как другие. Дальше, если мы будем уже изучать модели, связанные не с независимостью бедрам, а следующее развитие «К» больше двух, больше или равно двух, там уже получается следующая картина. Это получается марковский источник. Уже получается марковский источник. Что в марковском источнике у нас получается? У нас модель определяется матрицей «П» переходных вероятностей и вектором начального распределения вероятностей. Начального распределения вероятностей. то есть «В» у нас «В» нулевое, «В» первое, так далее «Н» нулевое. Так, здесь вероятностей случайного, ну да, и наша матрица, наша матрица представляет из себя наша матрица представляет из себя вероятностей перехода из состояния «С» в «С». То есть у нас уже учитывается… У нас уже учитывается… А здесь это размером полицы, правильно? Да, да, да. Мы везде подразумеваем, что… Вот, давайте напишем еще раз. У нас не ас и звездочки, да? Вот, такие все рассматриваем наши комбинации. Итак, вероятностей здесь определяется, исходя из марковской цепи, следующим образом. И это уже модель второго приближения. Уже модель второго приближения. Это более точная модель, чем модель «Игран». И согласно данной модели, подчеркните, что всякое сообщение, содержащее на какой-либо позиции запретную биграмму, имеет нулевую вероятность. На какой-либо позиции. То есть если там мы могли встречать запретную биграмму, где на границе биграмма, такое могло получаться, то здесь такого получаться не могло. Ну, соответственно, развитием таких моделей более следующего порядка, что является? Если в марковской цепи, у нас все зависит только от что? от предыдущего события и не зависит от предыстории дальнейших. То есть здесь мы начинаем добавлять зависимость от предыстории. Понятно, да? То есть вот эта матрица превращается в многомерное распределение, и там мы получаем, ну, как Е, я не готов сказать. То есть получаем усложнение этих моделей. Что мы негласно подразумевали? Мы негласно подразумевали эрганичность. Я уже говорил, что когда нарушается эрганичность. И что еще мы подразумевали? Стационарность. Что значит стационарность? Это значит, обратите внимание, мы рассматривали постоянно некое сообщение, да? Начиная с нашего какого-то начального сообщения. То есть независимо от того, когда мы начали наблюдение, да? В какой момент времени Т мы начали наблюдение. Наш поведение, нашего источника будет таким точным. Понятно это, да? То есть, например, если мы возьмем через А0 плюс Т, да? И так далее. АН минус 1 плюс Т. То вот эти, соответственно, вероятности, да? Этих двух События, да? Эрганичность в смысле цепи Маркова. Это когда стационарная вероятность, ну, стационарное распределение является невырожденным, да? То есть каждая... Что? Эрганичность в смысле... Эрганичность или стационарность? Эрганичность. Так. Вот цепь Маркова является эрганичной. Так. Если не ошибаюсь, если ее стационарное распределение, то есть то распределение, к которому она придет на бесконечности, оно невырожденное. Невырожденное. То есть любая вероятность больше нуля. Смотрите сюда. Это вот фактически вот это требует. То есть у нас любое сообщение является, вероятность любого сообщения, является суммой вероятности их продолжения. Вот он требует. Ну, давайте еще раз про стационарность поговорим. То есть, значит, стационарность говорит о том, что с какого бы момента они наблюдали наш источник, поведение будет таким же, да? На самом деле, опять-таки, отметьте, что все реальные источники не стационарны. То есть это не очень хорошее, скажем, приближение. Не стационарны. Например, самый простой пример. Самый простой пример – это обращение, то есть это классический документ, да? Письмо. Вероятность встретить определенные комбинации в начале письма выше, чем вероятности встретить определенные комбинации в середине письма. Ну, почему, да? Потому что в начале письма обычно стоит обращение. Поэтому просто отметьте, что все источники не стационарны. Все источники не стационарны. Вот фактически то, что я хотел сказать по характеристикам открытого текста. Зачем они нужны? Сами по себе источники открытого текста нужны для двух целей. Первая цель – это, естественно, чем дальше мы уйдем от источника открытого текста, то есть от характеристик открытого текста, тем лучше шифт. Правильно? То есть мы нашу семантику в данных моделях вероятностных, да? Мы говорили о других моделях, о Лонго, о Шульце, там, 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 по-другому. Но здесь чем мы характеризуем открытый текст? Неким что? Фактически. Распределением вероятностей, да? То есть мы оцениваем его как вероятностный процесс, по сути дела, да? Как вероятностную, как статистическую систему, если вы говорите той, точнее, да? Как статистическую систему. Чем лучше мы разрушим свойства этой статистической системы, тем лучше. Правильно? Поэтому это первое, что идет, или какая роль источника открытого текста, это изучение качества криптографического преобразования. Второе, это критерий открытого текста. То есть, когда происходит процесс дешифрования, или криптоанализа, да, то нужно автоматически определить момент его завершения. Как это сделать? Сделать это можно с помощью критериев открытого текста. Итак, следующий вопрос. Критерий открытого текста. Как ставится задача? Значит, у нас есть случайная последовательность. Некая. И нам нужно определить, относится ли эта случайная последовательность к открытому тексту или нет. Это классическая третья задача мат-статистики. Когда мы решаем задачу распознавания двух гипотез. Итак, гипотеза H0. Гипотеза H0. Наша последовательность принадлежит открытому тексту. H1, как правило, принимает более хитрую. То есть, не то, что она не принадлежит открытому тексту. А то, что последовательность наша есть реализацией случайной величины, имеющей равномерное распределение. То есть, еще раз подчеркиваю, что H0. Что это открытый текст. Открытый текст. H1. Что это не открытый текст, да? А что это реализация случайной величины, имеющей равномерное распределение. Реализация случайной величины, имеющей равномерное распределение. Так что у нас открытый текст. То наше последовательность, смотри, вот у нас есть последовательность, да? Что такое последовательность? Это реализация некой случайной величины, да? Так вот, первая гипотеза, это то, что наша вот эта последовательность принадлежит открытому тексту. Источнику открытого текста. А H1 это то, что эта реализация случайной величины, имеющей равномерное распределение на множестве актов. Понятно, да? Соответственно, принимаются две ошибки. Ошибка первого рода. Это имеет место H0, а принимается H1. И ошибка второго рода. Соответственно, имея из места H1, принимается H1. Это наши основные параметры нашего критерия открытого текста. Основные параметры нашего критерия открытого текста. И нам с вами сейчас нужно определить длину или количество символов, по которым критерий отбраковывать случайную последовательность. Но какие критерии вы помните из теории вероятности? Неймана Пирсона. И второй, самый распространенный, в отличие от Неймана Пирсона, он лучше оценивает последовательность. Это случайная величина, когда мы несколько раз проводим эксперимент. Это последовательный критерий Вальта. Последовательный критерий Вальта. Ну, значит, опять-таки, не буду я сейчас выводить вам Терему Фрапениуса и Формула Пирона. Значит, они вам не очень сильно и нужны, да? Значит, я просто попрошу, я просто скажу их значение для случаев играм, чтобы вы просто поняли, как это работает, количество, сколько количество этих символов нам необходимо. А тех, кто, опять-таки, возьмется за открытые тексты, за критерии открытого текста, попрошу, чтобы они это в своем курсовом расписали более подробно. Итак, для два простейших... простейших случаев. Значит, два простейших случая. Нет, давайте не будем их даже рассматривать. Мы рассмотрим простейший случай для критерия отказных комбинаций. То есть, сколько необходима длина последовательности, если у нас будет запретной комбинацией. Итак, пусть у нас суммарная вероятность появления наших запретных символов, биграм, в тексте, равно ПМ. Тогда, для последовательности длиной L в символов алфавита, ошибка первого рода наша... Ошибка первого рода, естественно, выражается как 1 минус 1 минус P в степени L минус N плюс 1. В случае независимости наших N грамм. В случае независимости N грамм. То есть, частный случай. M равно 1. То есть, независимые символы. Что у нас получается? У нас получается альфа H1H0 равно 1 минус P в степени L. И, соответственно, здесь можно посчитать и ошибку второго рода, как 2-го рода, как 1 минус H, деленное на мощность альфавита в степени L. где H у нас количество запретных символов. Количество запретных символов. И для случая биграм... И для случая биграм... Нет, не буду говорить для случая биграм даже. Тоже достаточно громоздкая формула, которая вам не нужна. Ну, для понимания вот этого достаточно. Как я уже сказал, тех, кто будет писать курсовые, попрошу, чтобы в качестве критерия открытого текста и для критерий Неймена Пирсона, и для критерия Вальда, и для критерия запретных комбинаций посчитано было для M равно 2 и M больше 2. И там, и там используются, как я уже сказал, теремы пробениуса и формула Пирона. И формула Пирона. Соответственно, смотрите, мы видим, что в зависимости от... Ну вот, хорошо видно для запретных символов. В зависимости от количества запретных символов, количество, или правильной вероятности появления запретных символов, значения L, в общем-то, достаточно имели. То есть, в принципе, достаточно несколько сотен знаков или реализации нашего источника для того, чтобы понять, относится ли он к источникам открытого текста или к источнику с равномерным распределением символов из нашего ЛП. Из нашего ЛП. Ну, примерно все, что я хотел сказать про открытый текст, переходим плавно к следующей нашей лекции, к следующей нашей теме. Значит, это модель Шино. Так, запишите. Модель стойкости криптосистем, модель стойкости криптосистем Шинона. Ну, и запишите два вопроса. Первое. Модель Шинона и условия ее использования. Модель Шинона и условия ее использования. Второй вопрос. Расстояние единственности. Вывод формулы расстояния единственности по Хеллману. Вывод формулы расстояния единственности по Хеллману. Идеальные шифры. Идеальные шифры. Итак, первой моделью и самой известной моделью, которая применяется для оценки стойкости криптосистем в теоретико-информационном смысле является модель Шинона. Первоначально модель Шинона создавалась только с одной целью. Определить такое свойство криптосистем как обеспечение конфиденциальности. Это вот первое. Запишите. Это очень важно. То есть модель Шинона создавалась для симметричных криптосистем с целью с целью определения их стойкости при обеспечении задачи конфиденциальности информации. Конфиденциальности информации. При этом рассматривалась классическая алгебраическая и вероятностная модель Шинона. Значит напомню мы описывали что такое вероятность на модель Шифра алгебраическая модель Шифра было такое да? Было ли его? Давайте напомню. Значит алгебраическая модель Шифра или модель Шифра первого приближения это совокупность множеств Значит будем обозначать Х Y K D K и D K Значит соответственно множество открытого текста шифра текста множество ключей множество правил зашифрования множество правил расшифрования При этом выполняются два дополнительных требования для любого Х и для любого К выполняется равенство D K E K X равно X То есть отображение X в Y или Y Второе Y множество Y это фактически объединение множеств E K от X Фактически это требование второе селективности все эффективность теперь давайте немножко просто порисуем отображение для того чтобы остановиться на этом я так понимаю еще не вводили такие понятия алгебрическая модель шифровая вероятность давайте просто порисуем было конечно пропускаю пропускаю возможно у 2 этого и не было нам надо читали на первых лекциях хорошо тогда я задам один вопрос если вы помните если вы это поняли значит у меня вопрос модель шинона отвечает модели алгебрического шифрования или нет вот так как шинон описал свою модель просто шифрование почему она не должна отвечать вот множество правила шифрования правила шифрования вопрос понятно теперь шифрование у нас всегда однозначно потому что он а вот в том то и дело что сейчас мы посмотрим что модель шинона не подразумевала второго требования инъективности нет взюрективности то есть в модели шинона могли существовать если посмотреть на два множества наши да могли существовать те шифры тексты и это принципиально для модели шинона для модели которые не отвечали ни одним открытым открытым текстом поэтому четко с видом здесь что модель шинона классическая так как он ее определил она не отвечает алгебраической модели шинона это можете записать сейчас мы идем дальше и так мы сознательно уходим от того что во множестве шифр текстов могут существовать некие наши объекты которые не являются образами то есть которые не имеют прообразов скажем так которые не имеют прообразов так вероятностная модель что это значит того приближения напоминать когда мы просто добавляем к этой модели что распределение вероятности иногда она дается 3 распределениями но поскольку два из них всегда определяют третье да то одно любое можно опустить понятно да вот эту модель мы будем назвать вероятность нам дальше когда мы будем говорить о криптосистемах мы будем использовать обобщенную модель шифра как совокупность криптосистем криптосистемы и модель криптосистемы первого и второго приближения чуть больше это чуть больше итак мы используем модели шинона вот эту модель и вот эту модель подразумевает что первая модель не совсем корректно описано самим шиноном а им можно вытирать да а им на множество и век я уже сказал не накладывается никаких ограничений поэтому существуют такие Y для которых значение M минус 1 от Y не принадлежит X не принадлежит X модель открытого текста стационарная эркотичная дискретная информационная мера энтропии теперь на шинон предложил в рамках такой модели открытого текста и такой модели шифра вот с таким ограничением что он немножко некорректно это сделал определить следующее что совершенно стойкой системы или просто у него это стойкой системой называется такая система для которой выполняется следующее равенство PX условная вероятность Y равно PX для любого X принадлежащего X Y принадлежащего PX то есть он вот так сформулировал что такая система называется совершенно стойкой то есть определение совершенно стойкости звучит так ну и действительно с точки зрения его теории информации это очень логично то есть условные вероятности равны безусловно в этом плане когда такое происходит когда X Y полностью статистически независимы с точки зрения шинома это значит что шифр текст не несет никакой информации открытым текстом значит в рамках этого можно легко используя все соотношения так сказать введенные энтропии можно легко ввести вернее доказать теорему доказать теорему что шифр наш сигма 2 который мы берем является совершенно стойким тогда и только тогда когда H от X Y равно H от X теперь что определяется дальше значит определено что условная энтропия первое A от N символов открытых текстов и условная энтропия ключа это не возрастающие функции от длины открытого текста N соответственно если это не возрастающие функции тогда минимальная длина при которой desse 따라 deficit правильство называется расстояние единственности называется расстояние единственности и является оценкой стойкости криптосистем и называется что он показал в следующий раз замечательно запишем и рассмотрим в общем случае энтропия ключевого пространства просто если мы предполагаем что на ключах у нас равномерное распределение, там просто будет логарифм действительно но вообще говорят нам числительно вот здесь да давайте мы в следующий раз выведем эту формулу и потом посмотрим почему там логарифм от множества ключевого пространства вы правы и от одноверного вы не правы да, но вы не правы изначально потому что Шенон не предполагал ситуации когда ключи могут быть распределены неравномерно может так не, не может это это азиогностическая работа следует он так получал вот эту формулу и я говорю мы получим простым методом не теоретикой числовой теоретикой информационной а числовым методом методом Хеллмана она пока просто рассмотрим ее итак смотрите от чего зависит расстояние единственности значит оно зависит от размера ключевого пространства чем больше тем лучше да зависит от размера алфавита да то есть чем меньше тем лучше так более того обратите внимание что если вот логарифм что вот кто мне подскажет что означает вот если у нас логарифм от а будет равен нулю что это значит что у нас что там получается минут бесконечный ну так что что получается давайте все время думать не только так сказать что формула это набор буков а что они означают д это что у нас характеристика это избыточность избыточность открытого текста да вот если у нас д будет будет стремиться к нулю давайте сначала д стремиться к нулю это значит что у нас оптимальная то есть это что значит что ни одного символа нельзя убрать без но так переведя на язык техники звучит очень просто что если мы будем сжимать информацию да то расстояние единственности что будет увеличиваться а стойкость криптосистемы будет расти потому что нам вот эта вот граница тех символов которые нужно перехватить для однозначного вектор анализа оно будет все больше больше и больше так хорошо что такое безызбыточный текст безызбыточный текст это когда у нас фактически два оппонента не нуждаются практически в передаче сообщений то есть когда у нас каждое сообщение сжать его невозможно и каждое сообщение принципиально несет новую информацию это значит что в принципе у нас безызбыточный канал и фактически эта информация уже известна теперь что касается вот этого это касается вот до алфавит нам абсолютно неизвест то есть мощность множества это что получается один да это означает с практической точки зрения что мы не знаем алфавита вообще практический пример такого кто приведет и действительно это был не раскрываем шифр мировой войны шифр индейцев навах все очень просто алфавит известен не то есть не было известно совершенно что означает семантика была неизвестна алфавит неизвестен соответственно подставляется сюда единица и раздание единственности равно бесконечности а вот потом на следующий раз вам задание а что значит когда произведение стремится к нулю ну только без тривиальности да что одно из них стремится к нулю без тривиальности подумайте может ли быть да как что это значит да и так значит соответственно вот немножко мы эту формулу разобрали а следующую лекцию мы начнем с того что мы будем ее выводить по методу хеллмана самому простому методу вывода этой формулы без зубодрубильных теоретика информационных баллов с энтропией как выводил шинон короче говоря да он выводил по другому а хеллман предложил легкий красивый вывод мы с этого начнем и перейдем к недостаткам усилим так сказать недостатки этой модели посмотрим какие ограничения при которых она работает спасибо большое значит в следующий раз мы встречаемся когда в следующую субботу через неделю окей сколько времени будет да в следующую субботу